Не случайно для открытия пилотного класса была выбрана именно Лесногородская средняя школа. Это одно из ведущих и наиболее современных учебных заведений округа. Здесь впервые в Подмосковье предстоит внедрять инклюзивную модель школьного образования для детей с нарушениями нейроразвития. Создавать особые условия для обучения школьников с расстройствами аутистического спектра и поведенческими проблемами не просто, но необходимо. Инклюзивная система образования и вот такие ресурсные классы это как раз показатель того, какого уровня развития общества, гражданского общества в нашей стране. Уровень культуры, уровень отношения к детям, друг к другу. Думаю, что за этот год учебный класс себя проявит и мы начнем открывать не только в Лесногородской школе, но и во всех других учебных заведениях и уверен, всего под Москвой. В первом ресурсном классе всего пять учеников, три мальчика и две девочки. На протяжении всех лет обучения они будут находиться в обществе обычных детей, привыкать к общению со сверстниками, перенимать различные модели поведения и, конечно, учиться. Типично развивающиеся дети и дети с аутизмом вырастут вместе. Соответственно, они могут стать их будущими работодателями, они могут стать их близкими друзьями и элементарно будущее будет очень светлым, если люди с особенностями и здоровые люди будут поддерживать друг друга. Мы можем научить ребенка с аутизмом математики, химии, физики, но он без поддержки и сможет перейти через дорогу. И вот если он будет в школе со своими ребятами, они ему это покажут, даже лучше, чем учитель. Он будет видеть, как он переходит через дорогу, копировать, и он научится это делать сам. Цель этого проекта очень ясна. Мы хотим, чтобы наши дети были со всеми наравне, и чтобы здоровые дети их приняли. Инклюзивное образование не означает, что особенные дети будут предоставлены сами себе. За каждым из них закреплен очень опытный педагог-психолог. Плюс к этому опекать проект будет авторитетный центр проблем аутизма Екатерины Мень при финансовой поддержке благотворительного фонда «Голчонок». Нам очень важно этот эксперимент, который мы пока так называем, довести до логического завершения, чтобы это был не эксперимент, а уже обычная наша жизнь, обычные будни учебных заведений, чтобы дети себя чувствовали комфортно, не было никакого перекуса между обычными детишками, особенными. Главная цель эксперимента – попытаться обеспечить детям с аутистическими расстройствами ощущение вовлеченности в происходящее, эмоциональной и информационной связи со своими обычными сверстниками. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...